Я рада вас приветствовать, я рада, что вы нашли дорогу сюда, потому что вот в первый раз мы тут, мы открываем наше пространство, наконец-таки. После 13 лет существования по разным местам, не совсем по разным-разным, но не на своём пространстве, мы наконец имеем своё место. Что я хочу сказать? То, что мы планируем, наверное, мы хотели сегодня успеть, но не успели, я думаю, в следующих мероприятиях появятся уже какие-то такие, какие-то информативные буклеты о том, что мы делаем и что мы будем делать. А сейчас я просто могу сказать, что логичным таким направлением нашей деятельности будет театральная деятельность, театральная платформа. То есть мы будем продолжать делать то, что мы делали в области театра, плюс приглашать каких-то экспертов белорусских и польских, я вот планирую сейчас, именно из области перформативных практик. Потом, вот, неформальное образование, то, что нас интересует, то, что мы делаем уже больше года, полтора года. Вот сейчас вот проект «Европейское кафе», у нас будет ряд лекций, в декабре будет две лекции, информация об одной из них вот здесь вот сейчас висит уже. И тоже я очень рада и счастлива просто, что с нами есть Ора Масловская, которая будет куратором выставочного пространства здесь, потому что мы хотим здесь, хотим использовать это помещение как галерею современного искусства. А вот, еще что я хочу сказать, что мы заинтересованы и позиционируем себя как место, открытое для инициатив брестских, я не хочу сказать художников, я хочу сказать просто вот разных активностей. Вы можете предлагать свои какие-то проекты, я не знаю, что это может быть из области искусства, из области образования, еще что-то. И мы можем разговаривать о том, чтобы в этом месте происходили какие-то события, какие-то проекты брестской нашей общественности. Что же, что еще такого? Ну, наверное, я, да, все это появится впоследствии в сетях, я думаю, что у нас возникнет сайт, где вся информация будет появляться. И, да, ближайшее, я сказала, мероприятие, это, а, нет информации, 15 ноября здесь будет поэтический вечер, Володя Глазов организует, приедут поэт из Минска, тоже информацию мы дадим. В декабре будет две лекции очевидных в Еврокафе. И надеюсь, что мы сделаем открытие галерейного пространства в декабре, тоже первую выставку. Да, а сейчас я хочу представить, что фото не упомянула, да, Лена, вы можете сказать. Это просто уже ближайший план, чтобы как-то... 5-го, 7-го декабря, кто заинтересован в фотографировании, будет лекция Саши Веледимовича, это будет сперва лекция, а в воскресенье будет практика, то есть будете практиковать, фотографировать портрет, поймать, видеть, ну, как он видит это. Вот, если кто-то заинтересован, то проходите. Сегодня я счастлива представить вам Андерса Крейгера, куратор Музея современного искусства в Атверпене, один из редакторов художественного, британский художественный журнал After All, он называется, так правильно. Андерс выступал куратором многочисленных выставок в Европе, также, насколько я знаю, автор многочисленных статей, редактор книг по современному искусству, и, я надеюсь, Андерс скажет что-то еще о себе. И я думаю, что мы уже готовы принимать. Спасибо за приглашение в Беларусь, в Брест, раньше Брест-Литовск, по-моему, а сейчас Брест просто. Я первый раз здесь, не первый раз в Беларуси, но первый раз в вашем городе. Я постараюсь по-русски рассказать про выставку, которую я организовал вместе с коллегой в Музее современного искусства на Атверпенском. Я по национальности швед, так что я родился в Швеции, там занимался русским языком, литовским искусствоведением и так прочее. И я уже много лет работаю в отрасли современного искусства. А коллега, он из Англии, его зовут Наваг, и он тоже работает в музее как куратор, как и я. Так что мы вместе организовали эту выставку летом этого года. И как вы видите, здесь по-английски написано название этого выставки, этой выставки, в том числе на Аквае, мне это переведется примерно раз, или не знаешь, кто я. Art after that and all this. Искусство после политики идентичности. И я сейчас признаю, что я не знаю, как обычно переведется эта концепция на русский. Политика идентичности. Вообще есть такое выражение по-русски? Что такое выражение? Ну да. И вы знаете, что идентичность и политика идентичности, это, конечно, разные вещи. Мы так поняли с коллегой, что политика идентичности в искусстве, это довольно сложно и довольно проблемно. А почему? Почему? Потому что, конечно, в мире есть разные люди. И есть люди, которым легко все сделать, что они хотят. Легко показать себя. И легко привлекать на себя внимание. И, скорее всего, легче всех это делать людям, которые родились в странах, где, ну, допустим, англосаксы, англичане, американе, люди, которые считают себя белыми людьми, англосаксы, вот эта вот культурная сфера. Ну, грубо говоря, ну да, запад, грубо говоря. Этот запад, конечно, условно говоря, потому что если смотреть, например, на художественную сцену в Лондоне, да, где раньше работали, где наш, как вы сказали, наш журнал, вот эта вот эта вот. Оттуда выглядит примерно современное искусство. Это дело Лондона, Нью-Йорк. Лондон, Нью-Йорк это как бы центр, да? В Байкинге. Потом есть периферия этого центра. А периферия этого центра это... Лос-Анджелес, Париж, может быть, может быть, ну, Берлин, крайне мере. А потом есть Астана. Для них. И это, конечно, я, 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 это, и парболически я, я, я это говорю, потому что, конечно, это не так. Конечно, это неправильно, и они сами знают, что это неправильно. Но все-таки они так думают, потому что они так привыкли думать о себя и о современном искусстве. Это одно, это очень трудно другим людям, в принципе, привлекать на себя внимание. И в 80-х, можно сказать, можно говорить, и еще в 70-х, 80-х, 90-х, все-таки возникли разные люди, разные художники, критики, кураторы, которые старались, старались как бы эту схему ломать. И чтобы, чтобы все поняли, что вот это, нету такого центра, нету периферии, и нету, как бы, один просто способ говорить про искусство и делать искусство. Но проблема в том, что, если, например, художник, один пример интересный, я сделал большую выставку два года тому назад с художником Джимми Даром. Я не знаю, вы знаете его или нет, он по произведению Cherokee, это, как бы, сейчас говорят, первая нация, да, в Америке, в Канаде. Это народ, который раньше жил на юго-западе, нет, на юго-востоке Америки. А потом, после войн США, с англичанами США, они должны были передвигаться в ту территорию, которая сейчас по плохому. Он оттуда, и он очень интересный человек, ему 74 года сейчас, и он стал художником в 70-х. Потом он был активистом, он был представителем American Indian Movement, AIM, в Соединенных Наций, в Нью-Йорке, в 70-х. Потом он вернулся к искусству, и он стал делать искусство по-своему. Он так понял, что постмодернизм позволяет ему делать что угодно, быть художником и делать что угодно, так, как он ходит. Но все в Нью-Йорке, где произошли его выставки, приняли его искусство как искусство об идентичности. Потому что он делал искусство как чероки. Как человек, которому очень близкие вопросы политически связаны с... Как бы это прожить? Индейцами. Индейцами. Но он это делал как художник. Он это делал как постмодерн, постмодернический художник. И несмотря на то, люди критика приняли как identity art. Искусство про идентичности. И это, по-моему, вот вся проблема. Человек хочет искусство, дело по-своему, говорить своим языком. А политика идентичности всегда на нее смотрит как на нишу. Это как бы специальный интерес, специальная агенда. Человек хочет занимать свою позицию по идентичности. Так что очень легко просто создать такую категорию identity art. Идентичность, политика идентичности. Он так принял как проблему. И он нашел решение на эту проблему. Это другая история. Это не для сегодня. А другие люди в 70-х, 80-х, они пользовались этим. Они специально делили искусство про идентичность. И идентичность, это, конечно, не только национальная идентичность. Не только сексуальная идентичность. Может быть, это и экономические вопросы, класс. Всякие другие политические вопросы. Или просто персональные воспринимания мира и искусства. Но все-таки само слово идентичность в мире современного искусства имеет, как бы, это, как бы, плохое, это, как бы, очень трудное, плохое слово сейчас. Очень, очень, стали люди очень подозрительно смотреть на это. Потому что устали просто они от искусства, которое активно пропагирует идентичность. Вот вы видите сложность. Есть, как бы, основа говорить по-своему. Но в том же время есть надеть не воспринимать это искусство как искусство. А как политическое высказание. И мы хотели, коллеги, смотреть на то, как молодые сейчас художники до возраста до 35 лет пытаются по-новому говорить про идентичность. И не таким образом, как поколение 80-х, поколение 90-х, а по-другому. Мы будем смотреть на это, что это наша версия, да, это наша версия о том, как художники сейчас стараются более софистицированно про это говорить. И еще одно надо знать, что после очень важной выставки документа, а именно 2002 года в Касселе, куратор этой выставки, как раз тот же самый человек, который в этом году курирует медицинские венали, а именно нигерианский куратор Охуиндезу, после его документы, эти вопросы как бы становятся по-новому. Потому что он, ему удалось, по-моему, и многие так думают, ему удалось в этой выставке показать, что мир гораздо больше, чем Лондон, Нью-Йорк, Берлин, Лос-Анджелес, и Фариж. Что художники из Ирана, что художники из Южной Африки, из Кореи, из Афганистана или из других стран, имеют очень важный голос в этом хоре современного искусства. И сейчас намного легче молодому человеку из, допустим, Анголы или из Филиппинов, которые ходят в штат художником и ходят в штат международным художником, сейчас намного легче это делать без этого названия идентичности. Сейчас намного легче поступать на этот рынок, на эту сервину просто как личность, несмотря на то, откуда ты. Но все-таки становятся проблемы сейчас для молодых художников, проблемы идентичности и проблемы как переформулировать идентичность в искусстве. И вот мы хотели смотреть на это. И это как бы наше право, как мы сформулировали себе эту проблему. Первая работа, которую я сейчас покажу вам, это VIP-сюнинг, это скульптурная, можно сказать, инсталляция, и художник приглашает разных людей, которые связаны с этим городом, где происходит выставка, в этом случае Антвертон, второй город Бельгии, один из 20 самых больших портов в мире. И центр моды тоже, центр дизайна. Она пригласила разных людей, среди них знаменитые дизайнеры мод, дать нам на выставку этот стуль и стол. И с этой мебель она создала вот эту инсталляцию. Это как бы тоже это как лобби выставки для посетителей, но это тоже портрет этих людей. И среди этих людей, через этих людей портрет города. Визуальный портрет города через предметы бытовые. И это то, что я сказал, это наротив есть, но то, что мы видим, это инсталляция. Другая ее работа, здесь видны две работы, это инсталляция с жалюси, как раз Хэй Гюян, другая работа художника из Эстонии, Катя Новицкого, но я о ней буду позже. Потом. Хэй Гюян как раз очень часто работает с жалюси и она превращает их, они бытовые объекты, они употребляются, конечно, в интерьерах, может быть, они не совсем банальные, они не совсем дешевые, например, но все-таки это она изобретила, я бы сказал, этот способ их употреблять как, в этом случае, как краски, как палет краски, но это просто как бы живописная инсталляция из жалюси, и название Flash Behind Tricolor намекает на это, что с одной стороны физически в выставочной зале зритель смотрит вот эти более-менее ну, как бы цветы, как бы кожа у человека разный тон, а с другой стороны смотрит на Tricolor французский или не совсем французский, и смешиваются эти разные смотрения, эти разные виды, аспекты и цветы. Опять же, это искусство, и я бы не сказал искусство про искусство, разница важная, но искусство, которое говорит своими способами, говорит не через нарратик, рассказывает что-то формами. Сейчас я буду говорить немножко о работе литовского художника Августа Сосарапинаса. Он самый молодой участник на выставке, ему 24 года. Он кончил академию в Вильнюсе и в Капангане, и он был участником программы в Вильнюсе под названием Руперт, это независимая программа студии, частная программа, и я познакомился с ним там, и было интересно, что он употребляет, он находит и употребляет в городе или в здании каком-то, или в музее, допустим, забыть те пространства, тайные пространства, пространства, про которые люди не знают или их не видят, их не видят, и нету никакого внимания для них, и он открывает это пространство, в этом случае он открыл прямо говоря стену у нас, вы видите, что он сделал новую, новую дверь, или дырку в стене, потому что он вместе с нашим главным техником Жорж Тайтернаут, и поэтому он назвал работу Жорж, он нашел эту как бы тайную комнату, ее пространство через все здание, 17 метров высоты, может, метр ширины, и можно было попасть сюда только сверху, может, вы видите лестницу, что он делал, он открыл, он немножко аренжировал, он чистил, и это все, это то, что было предложено публике, просто зайти в это пространство, с которым никто пока не был. Но не только это, он тоже в середине где-то очень высоко, куда не могли, не смогли попасть зрители, он создал кабинет, видите, и он сотрудничество с библиотеками в Антверконе, он нашел документацию об этой части города, просто старые планы, старые фотографии, старые рисунки Антверкона, так что есть тайный музей города Антверконе, в частности нашего района, где находится музей, это старый порт, старые склады, магазины, и вот эта тайная инсталляция, куда люди не попадут, не попадут, не попадут, пока еще есть у нас, потому что мы эта работа сейчас находится в нашей коллекции, это часть коллекции музея сейчас, и мы сможем, когда мы хотим, мы сможем открыть ее, эту работу заново, для зрителей, но это как скульптурная инсталляция. потом еще очень молодая молодой художник Лиспет Донс, которая живет и работает как раз в Анкверте, она создала тоже для нас новую работу, которая называется «Аура художника», и она это сделала сотрудничая с специалистом по «Ауру», по-английски это читатель «Ауру», не знаю, может быть, сколько все есть на русском языке, может быть, читатель «Ауру» или расшифрователь «Ауру» у людей. Это инсталляция с этими лампами, можно делать разные варианты, разные комбинации этих цвет, и они выражают разные темпераменты художника. Конечно, это иронично, конечно, это намек на то, что очень часто публике больше интересует биография художника, чем работы, чем то, что видно, чем то, что предлагается, на что предлагается смотреть. Люди хотят узнать, откуда этот художник, сколько ей лет, где она кончила институт, какие выставки у нее раньше были, и так далее, и так далее. Это значит, что идентичность не только способ художника продвигать в себя, но это методика зрителя узнавать и ценивать. Одна линия на выставке, когда мы выбрали этих художников участвовать, это то, что мы хотели, чтобы не было только художников из Европы. Мы хотели показать, что сейчас как раз в мире искусства участвует весь мир. В этом случае он работает с этими афишами, он эти афиши складывает и как это да, такие центры, где люди из разных стран ходят, чтобы позвонить домой, на дешевле там, международные телефонные центры, и там он предлагает эти афиши и эти люди они видят только часть и они употребляют для заметок разных своих. Потом он там ходит и он перекладывает эти афиши, чтобы все-таки люди не видели, что это, но они дальше употребляют и потом он собирает афиши и показывает, уже как картине, на которой есть следы деятельности анонимных людей. Как раз людей, которые звонят домой, и там есть разные записи на арабском языке, на очень много языков. Так что это намек на, например, можно сказать, на параллельный мир, который посетители выставок в Бельгии, очень редко на это обращают внимание мир, этих людей, которые живут в Бельгии, но у которых семья, близкие может быть совсем в другой стране. Можно спросить, а что это за афиши? Это разные афиши, вы видите, может быть, Леонардо Ди Каприо, там, по-моему, разные всякие Брэд Питт, я думаю, что это афиши из журнала для молодежи, разные такие, или просто популярные афиши, и он, как бы, уродник, как бы, по-русски дисфигурс, да, он уродливает, так что очень-очень мало, что остается от этих лиц, да, кое-что остается, но остается и следы этих людей, которые употребляют афиши. Endless cities, бесконечные города. Другой художник, африканец, у нас был Насте Мускиту из Анголы, он довольно сейчас популярный, и в мире искусства, я имею ввиду, он в начале своей карьеры он работал на телевидении в Анголе, и он вел всякие программы про музыку и популярную культуру, и он тоже делает музыку, он певец, он актер, так что его практика очень, так сказать, связана с перформансом. У нас было на выставке две его работы, это первые три континента, Европа, Америка, Африка, где он говорит про эти континенты и ну как диктор, как театрализованно, и вы видите этот очень грубый рисунок или грубая скульптура Европы на стене. Он очень попсовый, но критически попсовый. Он употребляет популярную культуру как сену, как сену и как рамки, чтобы говорить про ну про фактически про власть, про то, как человек из Африки может еще уже может иметь реальную власть. это в мире искусства я имею ввиду, но не только. И Настя Мускитов на самом деле часть этого движения. Он представитель элита. Это надо признать. Он представитель анголского элита, но он завоевает европейский и мировой контекст современного искусства очень откровенно и очень грубо, но это его тактика. Другой художник, который тоже близок к перформансу, это американский художник У Цан, его отец китаец, но он сам американец. Это не видно из этого кадра, но сейчас он выглядит очень выразительно у него какая-то очень японская прическа самурайского, самурайская прическа 80-го века. Он или она, потому что это транс джендерный художник, очень активно работает с этими темами, и в этой работе, это старая у него работа 2008-го года «Shape of a right statement», он очень интересным способом говорит про себя, не говоря про себя, и даже не своими словами. То, что он делает, он переговорит слова одной женщины, которой Амэнда Бэкс, и эта женщина, она активистка аутистов в США, в Америке. это значит, она пытается формулировать свое мировоззрение, свою реальность таким образом, что люди не аутисты, это значит, как бы нормальные люди поняли, что они имеют в виду, когда она ведется странно, или не по нормам, да, аутист, 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 человек имеет особый мир, он понимает мир по-своему, да, и он действует в этом мире по-своему. Эта женщина это делает очень интересно, она делает фильмы, она делает фильмы, клипы, и эти клипы можно смотреть в ютубе, и в этих клипах она действует, она делает разные вещи, разные движения выполняет, и голос, который говорит, это как бы ее голос, но это на самом деле ее компьютер, она пишет в компьютер слова, и компьютер за нее говорит, вот это voice generator, и она говорит про то, как она смотрит на все, и как, именно то, что она делает, это язык, ее движение, ее странные взгляды, странные поведения, это ее язык, и он переговорит ее слова в этом фильме, но он говорит, как бы он сам компьютер, так что мы видим ее, и даже слезы у нее в глазах, у него в глазах, потому что он на самом деле говорит про себя, но он говорит про себя словами другого человека, который становится компьютером, так что там, и в этом работе, тоже есть определенная игра идентичностей, и вот эта игра разных идентичностей тоже есть в работах художника Лоренса Абу-Хамдан, Важно может быть заметить, что у этих художников молодых Лоренса Абу-Хамдан очень сейчас становится популярным в определенном смысле, но ему пока еще 29 лет, так что у него очень много выставок, и часто бывает его работы в разных музеях и Беналек, но все-таки ему еще не 30. Вот, что мы видим здесь, мы видим картины на стене, которые принадлежат одному бизнесмену сирийского происхождения, друг семьи художника, который живет в Англии, и он успешно делает свой бизнес в Англии, и он купил, потому что он не только успешный бизнесмен, он тоже англофик, и интересно, потому что Сирия, как вы знаете, это бывшая, не то, что колония, но бывшая часть сферы влияния Франции, потому что там английских колонизаторов не было, но все-таки этот человек, ему близкий, близкая Англия, ближе, чем Франция, он заказал у одного анонимного нам, анонимного художника, копию картины, известной картины французского художника Жерико, может быть, вы уже узнавали, узнали эту картину, в оригинале это офицер, французский офицер, наполеонских войн, а здесь мы видим фактически все элементы этой картине от оригинала, но мы видим совсем не французского офицера, мы видим лидер сирийского восстания против француза, он называется, чтобы я чтобы не пробрать султан Баша Аллатраш лидер сирийского восстания против французов в 1925-1927 году и мы видим тоже там рядом висит репродукция оригинала и третья картина это баталья между борьбами, между французами и сирийсами тоже в 20-е годы того же художника и Лоренс создал такой фильм видео вы видите что как бы четвертая картина это видеопроекция и там идет его нарратив как раз история он рассказывает историю про этого человека и его дома Велса где висят эти картины и вот этот парадоксальный факт что он может позволять себе указать эти дорогие картины и покупать этот дорогой дом и приглашать там друзей и знакомых англичан и показать это контр движение и все в рамках англофилии все в рамках традиции английской традиции показать войны показать как раз колониальные войны колониальные войны в Англии это как бы очень популярно иметь эту картину в своих домах я имею ввиду богатых домах так что здесь тоже история идентичность и критика идентичности и критика истории в том же самом хотя можно сказать что это исключение на выставке потому что все-таки это базируется нарративом словами инсталляция итальянского художника по 30 максимум и сейчас мы перейдем немножко к другой теме это тема семей и семейного портрета инсталляция называется Mad Mr. Mom и это конечно Dad Sister Mom ну вот первая буква М тоже намекает на Me на первое лицо и то что мы видим на полу это отец подушки кутоз это большой кутоз это конечно мать и подушки это сестра будут детали здесь отец мать сестра и это все намекает на конкретные предметы которые принадлежали которые были у этих людей и например подушки такие были в комнате сестры когда они выросли вместе сейчас можно сказать что в этих подушках там есть пустое место внутри и там на открытии сидел актер и высунула руки и ноги так что это не только скульптура это тоже перформанс а именно сестра то что интересует художника это опять же рассказание предметом но не только его тоже интересует как бы переинтерпретировать переинтерпретировать посовременно сюрреализм сюрреализм как вы знаете в сюрреализме очень много интересов как раз к психологии и психоанализе и психоанализе и психологии очень много семейного тоже есть да члены семьи мать отец сестра брат и так далее даже слишком об этом говорят психологии и особенно психоанализ но это тема тоже для художников и всегда это было но как раз он старается рассказать про это предметом инсталляции в том же зале как по 30-й массам были эти работы и это опять тема семейный портрет работа английского художника Элвис Озер может быть немного трудно видеть но этот что она делала сэмпл это название одной компании в Лондоне где можно сканировать предметы и людей и сканировать это значит много фотографий сделать вести фотографии в компьютерную программу и создать трехмерную модель этого человека или предмета она это сделала с отцом на экране там на стене мы видим процесс сканирования отца и вот этот прозрачный предмет который стоит в середине комнаты это объектив да или по-английски lens да но бывает как вы знаете бывают конкарные линзы бывают конвексные бывают разные но не бывает линзы формы желудка человека а эта линза как раз имеет форму желудка отца потому что сканировала отца и вот по этому скану она создала линзу совсем нефункциональная линза она кстати очень интересно выражает отражает пространство но очень как бы интересный предмет очень интересный объект контуры пожилого человека с желудком и там уже еще видно ботинки отца так что это это тоже в определенном смысле семейный портрет луиза луиза гос я не сказал но я сейчас скажу что на выставке принцип такой что у каждого человека две работы и предполагают предполагается две разных работы у патрицио мы уже мы же видели инсталляцию семейного портрета но еще одна инсталляция была живописная в этот раз его интересует такая книга анонимная книга опубликована в Англии в 1827 году под названием The Lastful Turkey и сначала он очень прямо иллюстрировал как бы форнографически иллюстрировал иллюстрировал роман а потом он от этого устал и становилось скучным и он тогда постарался найти символы этого романа ключевые объекты и ключевые объекты это кутоз подушка свеч и облака и он создал эти обои для своих выставок по этой теме и мы как раз это новая продукция для нашего музея это новая работа все оксалляция сделали это половина большого зала музея с этими картинами и собой это тоже конечно говорит про идентичность но скорее всего очень как бы посредством потому что мы хотели как я сказал хотели показать как художники говорят про разные вещи не говоря про их показывая не говоря вот и другая работа Элуиз это интересная работа по-моему потому что она намекает на скрытие вещи на скрытие процессов и на открытие этих скрытых процессов вы видите скан увеличиванный скан фургона эти скани делаются все время они делаются только для экрана компьютера и они делаются таможен таможен службами а особенно во Франции и в Англии потому что как вы знаете Англия Великой Британии не входит в зону Шенгена так что когда эти фургоны двигаются через туннель из Франции в Англии их надо сканировать там таможня но не только они ищут только вещей а ищут тоже людей потому что там очень часто бывают нелегальные иммигранты в этих фургонах и она хотела как бы она сама видела эти экраны когда ездила машины во Франции и очень захотела делать работу с этими сканами и конечно она хотела получить скан где видны люди где видны скрытие люди потому что такие сканы есть как попасть на эти на эти организации таможни полиции очень трудно и как просто получить этот скан она не знала в конце концов опять же она работала вместе с отцом потому что отец у отца есть такой маленький журнал newsletter и она узнала что в Лондоне есть такая ярмарка анти-террорист фэр анти-террористская ярмарка думала что если я попаду на эту ярмарку может быть я там познакомлюсь не с людьми которые употребляют эту технику но с людьми которые преподают эту технику так и случилось она познакомилась с одной с представителем одной фирмы который в конце концов дал этот скан и она увеличила этот скан и мы показали таким образом интересен этот скан тем я бы не знаю видно или нет но это мне просто как сказать фургона здесь например щины автомобиля а внутри скрытое ружье как бы автомат и есть второй автомат так что скан интересен тем что контрабандно не только людьми но и вещам и конечно как вы видите это становится живописной работой это как бы картина интерьер но и другой художник из англии анфия хамильтон она работает с этими фотографиями из журналов 70 80 порнографических журналов процент и делает скульптурной инстанцией к сожалению нет очень хорошей картины но она тоже там у нее было было несколько мы раньше видели эту работу это работа художника картина витского из эстонии но она живет сейчас в нидерландах в амстердаме она одна из представителей того что называется пост интернет арт она на самом деле помогла назвать это это движение в искусстве среди молодых художников это немного сложно понять что это значит это не значит что художники устали от интернета и уже не употребляют его это скорее всего значит искусство которое делается теми людьми которые выросли с интернетом для которых интернет это совсем натурально и они как бы другой реальности не знают что она делает она она возьмет или она берет эти случайные кадры из интернета но они конечно не совсем случайные там бывают эти животные там бывают эти ситуации с людьми с животными и там бывают эти березы и делает композиции эти принты на алюминием и они становятся скульптурами тоже как бы случайные кадры из интернета становятся скульптурами становятся частями инсталляции и становятся как бы трехмерными хотя они очень плоские да китайский художник Гуанчжао тоже работает с кадрами с интернетом но она композиции как бы более активно там менее случайности там более композиции это старая работа уже старая 2012 год а новая у нее работа на выставке был как раз этот фильм где опять очень много предметов очень много разных предметов которые просто падают это трудно показать на кадре так но я хотел показать потому что среди китайских художников она одна из самых интересных именно в этом стиле но я называю стилем после этого она из Пекина на выставке участвовали три русских художников первая Надежда Гришина я не знаю вы следите за событием в Москве или нет но каждый год в Москве бывают разные премии две основные премии и одна государственная innovation и одночасная премия Кандинского и Гришина участвовала на выставке премии Кандинского в прошлом году там я и видел ее работы и она тоже работает можно сказать в стиле постинтернета но не совсем потому что у нее есть поле театральности эта работа новая работа создана для нас называется пункт эти три части коммуницируют друг с другом это проекция экран и голова который двигается по сюжетам которые мы видим на экранах это человек который говорит с головой голова который говорит через человека и все персонажи пытаются как бы как бы вырваться из этой реальности очень закрытой реальности другая у нее работа очень закрытая реальность срыв машина русское название срыв машина это как бы все у нее аналог там нету никаких манипуляций дигитальных все делается с актерами все делается реально все снимается в реальном времени но общий эффект очень как бы курьезный очень выдуманный и очень как бы сон меня очень нравится ее работа потому что она у нее очень тонкое чувство ритма очень тонкое чувство движение ритма и как вы видите здесь она создает вот этот образ хирархии все игроки компьютерного компьютерной игры становятся как бы слоями в том числе и российского общества пирамид вертикал вертикал на самом вверху бог сейчас мы видим только его ноги но это превращается как бы бурляски это как это как кабарет если хотите дигитальный кабарет хотя я сказал что это аналог сейчас что-то совсем другое живописец из филиппинов мария тани кучи которая делает вот эти картины без названия может быть вы видите что это кирпич это стена кирпич это все все черно но там разные черности если так можно сказать там разные дни разные влаж разная влажность воздуха разные пропорции акриловых вот этих красок и меди которые она вот и становится как бы дневником вот эти эти картины они довольно большие они становятся дневниками это немножко как как в ренессанс вот эти фрески итальянские да они были очень строго планированы потому что художники должны были и в России тоже рублев и так далее они должны были все делать через день свежие свежие вот этот свежий как это пластер по-русски слой ну слой да вот этого гипса не гипса понимаете да вот это покрывается утром и к вечеру уже уже да и надо через день все делать так что это по-итальянски называется джорнато одна джорнато это одна часть фреска и это было очень строго планировано у этих художников сколько можно через день написать и у Марии есть подобная система она просто делает часть каждый день и это получается как я сказал дневником но это и в том же это получается как бы портрет времени если хотите это совсем не это это совсем не персонал это не про ее жизнь это не интимный дневник но но в этом может быть и более интимность есть потому что это прямая связь с временем это как бы это как бы непосредственный портрет времени у нее получается инсталляция у нее выкладывала так как вы видите шесть этих больших картин и еще видео инсталляция да это довольно впечатливы вот эти большие картины совсем черные тоже впечатлива была инсталляция это можно сказать тоже живописная инсталляция пакистанского художника и он тоже чуть старшего поколения ему 42 43 года ибрана куреши он живет и работает в лавор и он как раз работает в академии искусств лавор в пакистане преподает миниатюру вы знаете это монгольские миниатюры были и эта традиция еще жива он преподает эту традицию но к этому он делает инсталляция где он на самом деле тоже потребляет эту технику живописи вот и еще ищут следы крови примерно это 24000 листьев печатанных листьев где он рисовал по-моему 5 или 6 разных картин где как бы следы крови но эти следы становятся цветами в том числе потому что он декоративно пишет но инсталляция как вы видите довольно мощная его получилась другая у него инсталляция это я хочу оставшись с ним и это как раз сделано на месте у нас эти его живописные работы кстати очень дорого стоят у него хороший галерист в Лондоне но они как бы случайные все-таки он не видно здесь но он делает комбинацию спонтанности случайности и очень тонких рисунков в базе этой случайности еще один живописец можно сказать Оскар Муриев из Колумбии тоже один очень популярный художник он самый богатый из всех художников хотя ему 27 лет по-моему но все-таки самый богатый потому что он работает с галереей Дэвид Свирнер и очень популярный он из Колумбии но он он совсем из элита я сказал что Насте Мускейд то есть из анголского элита но Скайбули совсем из элита его родители просто эмигрировали в Лондон и перед этим они были работниками просто в Колумбии и они как раз работали отец его работал в шоколадной фабрике в Колумбии конечно там растет и какао и сахар и они делают очень веселые конфетки для для рынки Колумбии и Латинской Америки так что здесь он старался как бы переделать символак делать такой фабрики какао шоколад как инсталляцию немножко покажу португальского художника Педро Бартею который делал фильм фильм базируется этими рисунками и эти рисунки базируются символом Амазона вот этого этой компании которые конкурируют с книжными магазинами во всем мире и на самом деле их символ это улыбка такая стилизованная но на самом деле условия для работников компании Амазон очень плохие так что эта сама улыбка становится иронической когда думаешь об этих условиях но и он игрался в фильме другая у него работа это Curfew комендантский час по-разски как раз эта работа базируется одной скульптурой которая есть в музее Вангуоле и этот музей в городе Дунду строили государственная компания португальская колодка во время колонии Огонской государственной компании добывания алмазов в Огонии и они строили музей для общества для местного общества и эта странная структура там стоит и он делает целую серию перед гадацией этой структуры на этих столах вот интересный проект финского художника с этим длинным юхатникка махья слав мы увидим здесь потому что он делал как бы перформанс в музее но в том числе в то же время перформанс эта перформанс но это тоже скульптура и рисунок и это был длинный процесс это был процесс полгода он там сидел работал все делал все делал рукой ручная работа и я сказал что это что это но вы видите что это инсталляция сначала а потом он разбирает и делает перформанс из этих материалов в музее но вы видите может быть что на стене следы его тела потому что он когда он делал эту первую скульптуру он двигался так и вот его тело сделало эти следы и он считает что это рисунок и то что вы видите здесь на полу это как бы окончательный вид работы окончательный вид инсталляции остается немного третий русский художник на выставке Олегу Санин показал эту инсталляцию это инсталляция как бы информационного характера и как раз это называется администрация и как раз эта инсталляция базируется одной акции которую он провел в городе откуда он родом это Ростов-на-Дону Олег он просто делал это как ну на самом деле как провокацию хотя это художественная провокация не на самом деле он хотел серию делать это первая такая работа должна быть вторая должна быть приглашение людей автобусом поехать в Киеве и поступать против майданцев это тоже в Ростов-на-Дону но он решил это не делать потому что просто опасно для него было это на самом деле тоже может быть не так опасно но все-таки я показали эту работу в Антверпене летом а я был очень доволен что в то же время показывали показали работы на бенале молодых художников в Москве потому что я бы не хотел чтобы ему возникли всякие сложности за то что только за границей эту работу мы показали но вот эту иллюстрацию как 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 вам показал просто там там листочка и там сюжет и разные отзывы из интернета российского в английском переводе вот это это работа индийского художника Шилпагупта она переделает эти микрофоны чтобы они транслируют они транслируют звук не регистрируют а транслируют и они брали интервью взяли интервью у многих людей про страсть и вот это это облако поющее облако как как раз говорит про страсть но мы не слышим эти слова мы слышим только год и это опять же нарратив через предмет другой проект его это книги написаны под псевдонимом разных людей и по разным причинам но эти книги скульптуры они просто сделаны из алиминия и я хочу показать в каком-то смысле более традиционную работу русского художника Марии Сафроновы тоже из Москвы у нее на выставке были две серии живописных работ первая серия распорядок дня и это тоже рассказ нарратив но это нарратив картинка она эта серия рассказывает про обычный день психиатрической больницы в России условная больница в условном городе хотя реально это ее родной город Рже и реально вы видите что здесь макет стоит и этот макет реального здания где она изображается в картинках хотя эти картины они не базируются фотографиями они и конструирование пространства и как вы видите Мария конструирует по правилам классической живописи фламандского фламандской живописи или итальянской они очень тонкие эти работы с точки зрения живописной и с точки зрения нарратива они очень по-моему тонкие и очень интересно что эти работы очень понравились другим художникам вот этим всем другим художникам у которых были другие работы которые показали им очень понравились работы именно Марии собрала даже хотели купить другие работы другие художники и у нее вторая инсталляция игра общего вида состоит из этой скульптурной части и из этих картин и как вы видите здесь серия эта серия говорит про детей и как бы нивелирование она мне сказала что она испугалась когда она поняла что у него у нее двое детей что они очень что им очень нравится школа русская современная школа и вот конкретно этим людям и его детям нравится этот комформист она испугалась и она решила писать эту серию и в конце я хочу показать просто инсталляционные виды видеоработ художника из Южной Африки Дона Кукама и у нее две работы The Swing After After Фрагунара После После Фрагунара и эта работа Not Yet Может быть трудно объяснить но я попытаюсь вот здесь она в белом платье катается в Йоганнесбурге но это очень высоко она висит здесь видно что она из этого виадукта она вы можете посмотреть и в платье она там купюры по 10 ранд это очень маленькая сумма и постепенно эти купюры падают на улицу и люди просто борются за эти деньги за эти маленькие деньги и она катается катается и люди просто вот так и потом она сказала опять же поэтик джастис что вот этот качел сломалось и она упала и там большая у него травма сломалось ноги и так далее и она сказала это правильно потому что я так себя поставила вверх этих людей и это было правило что я упала к ним она делает перформансы как раз на улицах в коммерческих центрах у людей среди людей там где люди она делает перформансы так что ее перформансы интегрирование в реальность поля поля и эта работа я хотел показать фильм но к сожалению у меня нету сейчас этот фильм но вы видите что она стоит и тоже бручуры вы видите более подробно здесь это здесь конца вы видите что у нее красное лицо да и это это того что она стоит на этом поле и выходят люди из политического митинга в Найробе в Кении вы вспомните что там были расстояния против англичанин в 50-х годах мало-мало это было очень жестко и это очень репрессировалось очень жестко и эти люди этим людям сейчас 70-80 они стали пожилые люди они собираются раз в год чтобы вспоминать эти события и она стоит на этом поле где где только что закончилось вот это событие и уходят люди и она как бы девичка такая симпатичная начинает красить губи с липстиком и это странно выглядит потому что выходит старые люди пожилые люди и она просто начинает красить губи потом она красит не только губы а постепенно все лицо и в конце концов она как бы мазает вот эти краски на лицо и конечно становится лицо ее кровавым символически кровавым и вот так она очень как бы очень как бы это как бы очень просто да это ничего особенного там нету это не сложно это не выдумано это как бы так делается и я думаю что как раз нравится мне мне нравится лично я думаю что не только мне вот это качество у него простота да вот перформанс который который на самом деле очень тонкий очень символический но он ежедневный и он происходит как раз среди людей в обществе она говорит что когда она это делает тогда получается так что эта ситуация которая была реальная она входит в эту ситуацию и тогда ситуация становится пополовину реальной и пополовину выдуманной пополовину искусственной потому что она влияет на ситуацию своей перформансой таким образом что сама ситуация становится нереальной и опять же это рассказ это политический рассказ это идентичность молодой женщины, это идентичность этих людей, пожилых, это их история, это история Африки, это ситуация, когда художник из Африки говорит про Африку своим языком, да, визуальным. Но все-таки это делается без слов, это делается движением, перформансом или работой других художников формами, предметами, живописью, скульптурой. И мы как раз это хотели показать на выставке, что, может быть, искусство сегодня дошло до нового понятия референдности, до нового понятия нарратива и до нового понятия, что такое референция, что значит искусством говорить о мире, о сегодняшнем мире, как это можно делать и как это может нам делать привлекательно, интересно и таким образом, что люди на самом деле смотрели и поняли. Ну, это в основном то, что мы хотели делать вместе с коллегой на обраках этой выставки. И я надеюсь, что я смог по-русски как бы передать хотя бы основу и суть наших мыслей и наших амбиций в этой выставке. Спасибо за внимание. Спасибо. Ну, такой, может, прямо не думаю, достаточно банальный вопрос, но какую задачу вы ставите, выступаете с коллекциями в Беларуси, рассказывая, может быть, не до конца понятные для беларусов истории про то, что... Ну, как бы, учитывая то, что в Беларуси есть проблема формирования идентичности, вы рассказываете про историю, как вы пытались забрать вопрос, что же может быть после идентичности. Ну, я хотел сказать, что же самая проблема, как в Африке. Подождите, подождите, с телефонами. В Африке нету телефонной системы, потому что колонизаторы не ввели, да? Потом было очень трудно из-за разных причин строить, как бы, приличную систему телефонной. Им эта система сейчас не нужна, потому что есть мобильные связи, да? И страна, такая страна, как Кения, как бы, намного эффективнее и активнее пользуется в мобильной связи, чем европейские страны. В Кении почти без бизнес делается через мобильный телефон. И, кстати, не через смартфон, а через Nokia, да? Дешевый телефон. Там голосуют люди с мобильными телефонами. Европы пока еще нельзя, да? Там они выдумали очень-очень умные системы, как пользоваться этой связью, потому что у них нету другой связи. Так что идентичность – это тупик фактически, да? И можно этого тупика не создать себе, можно просто перескачать этот тупик. И интересоваться тем, что дальше делается. Я это всерьез говорю, потому что я жил четыре года в Петве, в девяностых, и я знаю, что у них тоже есть такие вопросы идентичности, да? И они путаются в этих вопросах, и они всякие, я бы сказал, проблемы себе создают именно на счет идентичности. Потому что они очень, как бы, иногда, не все люди, и не всегда, но иногда, они очень, как бы, как бы, не… Я не знаю, ну, они, как бы, очень строго понимают это, да? И иногда примитивно. Что такое идентичность? Можно ли эти польские W или нельзя? Ну, вот, пока еще этот вопрос обсуждается, да? Так что идентичность, да, надо, чтобы иметь понятие об этом, но еще надо думать, а что дальше, да? Потому что еще, я, конечно, не все сказал в этой личности, то, что я мог или хотел сказать, я 13 лет, нет, 14 лет, нет, 13 лет тому назад в Вильнюсе организовал выставку, литовскую выставку, довольно большую выставку. Там участвовали, по-моему, 50 или 60 разных художников в Центре современного искусства. И я назвал эту выставку, эту выставку, литовским словом «савигарба». Английский перевод, я специально делал неправильный перевод на английский язык, я назвал по-английски «self-esteem». А по-русски легче, по-русски можно назвать «самоуважением». Так что, литовская выставка называлась «самоуважением». Самоуважение – это не то же самое, как идентичность, как понимаете, да? Идентичность в этом случае была бы примерно так, что ты думаешь, кто ты, да? Что думаешь, кто ты? Примерно, грубо говоря, идентичность. What you think that you are. А самоуважение – это как вы чувствуете, предлагая, что вы такие-таки, как вы на это смотрите и как вы чувствуете. Это более как бы чувствительно, эмоционально. И я думаю, что все-таки, что как раз вот этот более эмоциональный взгляд на идентичность, может быть, и более продуктивный, чем политический взгляд, чем взгляд, где очень важно сказать «я такой», «мы такие». Это «мы», это «мы», «ты». Но и я про литву говорю сейчас. И это, кстати, не сейчас, а в 15 лет. Но почему идентичность – это тупик? Что плохого – сознавать себя личностью в контексте государства, народа? Это можно, это необязательно тупики. Но с этим есть разные проблемы, да? Например, есть проблема в выключении, да? Не только в выключении других из этой идентичности, но и в выключении разных качеств в твоих качествах, да? Надо решить, кто я, и тогда надо решить, я такой-такой. А может быть, я совсем не такой, может быть, я и к этому, я и такой, да? А идентичность конструируется всегда, как бы, по принципу иллюминации, да? По принципу ограни... как это? Исключения. И исключения, да? И конкретно, и абстрактно. – Спор вы очень спорны? Конечно, спорны. Конечно, спорны. Конечно, спорны. И, конечно, многие, многие думают, что идентичность – это как бы основа всего другого, да? Что если нет у тебя идентичности, тебе очень трудно двигаться вперед с другими проблемами. И это может быть правда, да? Но, к тому же, правда, что идентичность проблемна. Потому что это, это... Да. – И все равно белорусов не было как нации веками. Потом вот, в начале 20 века, белорусы начали осознавать себя белорусами. Это и есть идентичность. Попытка определить, кто ты есть в этом мире. Конечно. И это и важный проект – пытаться определить и пытаться об этом думать. Ну, разве ли это значит, что самый лучший путь вперед для художников, а я говорю про искусство, да, здесь, про современное искусство, что самый важный, самый правильный и лучший и эффективный путь вперед для белорусских художников, говорить откровенно и сконцентрированно про идентичность в искусстве. Это вопрос для меня. Это может быть интересно, это может быть как раз тупик для художников, для самых художников. Может быть это важно для белорусских художников, как бы участвовать в дискуссии о других предметах и о других вопросах и постепенно формировать свою идентичность, участвуя в дискуссии мировой, не только про идентичность, и не только про Белоруссию. Понимаете, да, что я имею в виду? Ну, это мой взгляд. Я понимаю, что это важно, и я понимаю, что если этого не хватает, если нет достаточно дискуссий об этом, допустим, в Белоруссии, я не знаю, может быть, да. Тогда важно об этом говорить и думать. Но я тоже думаю, что это проблема. Это же проблема того, что многие не осознают себя пока окончательно. Проблемы другого плана? Финансовые, политические проблемы. Как белорусскому художнику пробиться на выставочные залы в Париже? Ну, я не знаю. Не уезжаю как раз, но это уже не вопрос. Это не вопрос. Еще раз подпочтите. У меня просто еще другой вопрос к тому, что Вы говорили, что Вы пытались поработать с этой темой, но в то же время Вы четко пытались взять со художников, как видно, из разных таких, как бы сказали, уголков, которых обычно не... Ну, то есть, мы тут не видим особо, так сказать, ну, может быть, у них есть Нью-Йорка и Берлина, но Вы попытались с каких-то из малоизвестных стран. И у них в работах все равно, как мне кажется, идет проблема... Ну, они работают с проблемами, близкими им, из той среды, в которой они сейчас работают. Ну, например, Густинов, да, который работает с лесопиянками. Ну, понятно, это Швеция, например, уже пройден этот этап, и вопросов таких не возникает. Ну, то есть, не говорит ли это о том, что, задаваясь этим вопросом, что будет после идентичности, что, как бы, ну, часть вот из этих работ говорит, что мы еще до этого этапа не дошли, что все равно какой-то отголосок тех проблем, которых ты несешь собой из своего общества, он не такой глобальный, как нам хотелось бы видеть. То есть, то, что... А правда, да, 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 это да. Это да и да, на самом деле. Потому что, да, мы стремились к тому, чтобы участвовали люди не только из Германии и Германии, и мы стремились показать их реальность, но... Мы тоже хотели, чтобы эти работы на выставке говорили или показали на таком языке... Ну, такой, да, чтобы это было понятно не только для людей, которые точно знают подробности локальных или региональных, или национальных проблем. Мы хотели, чтобы художественный язык, как бы, был таким, что он был понятным для всех. Ну, условно для всех. Это, может быть, отвечает на вопросы. Ну, я знаю, что вопрос серьезный и вопрос... Это трудный вопрос для нас, для художников, для зрителей, да, для критиков. Потому что, когда говоришь об идентичности, тогда сразу сочетается интерес именно к этим вопросам. Было бы легче об этом совсем не говорить. Всегда. Но, когда мы говорим после идентичности, после политики идентичности, когда мы говорим, что, может быть, есть такое, как после... Мы, на самом деле, о «после» говорим. Об условном и, может быть, возможном «после». Так, из тех тем, с которыми вы работали, которые вы назвали «идентичность», «самоуважение», вот почему именно эти темы будет интересно? Что это, может, какой-то очень любопытный личный выбор? Или, может быть, какие-то еще темы? С какими темами вы еще работали? На каком уровне вы выбираете темы? Как вы для себя представляете? А, окей. Да, это зависит, конечно. В этом случае я бы сказал так. Коллега, а он из Англии, да? А в Англии очень активно обсуждают вопрос как раз идентичности. Я бы даже сказал, что если я бы сам делал эту выставку, я бы не говорил про идентичность. Потому что тогда возникают все эти вопросы. Раз мы вместе это делаем, да? Приходится говорить, потому что ему это актуально. Надо сказать, хотя это, может быть, неправедливо, но надо сказать, что его родители из Пакистана. Так что он вырос в Англии в обществе, где он, как бы, может участвовать в больнии. Но все-таки видно, что он из Пакистана. И он сталкивается с этим каждый день. И, конечно, для него это актуально совсем. Это больше его, но и мое. Потому что я пытался раньше думать об этом, как я сказал, от самоуважения, неидентично со самоуважением. Еще один проект, который я сделал, но это не значит, что я только об этом делаю в выставке. Но одну выставку я организовал в Таллине лет восемь, по-моему, лет шесть назад. И эта выставка называлась «Континентальное подсознание. Современное искусство и финногорский мир». У меня такой довольно специальный проект. Я путешествовал по республикам, по финногорским республикам России. Удмуртия, Морел, Оми и Мордопия. Вместе с художником из Финляндии, Эстонии и Вене. Так что я хотел смотреть на сцену этих городов. Сыктывкарь, Рюшкарла, Саранск и Жерский. Что там за художники? Чем они занимаются? И главный вопрос – есть ли какая-то современная культура на этих финногорских языках? Что есть на удмуртском языке сейчас? Как они употребляют удмуртский язык, ком-язык, марый язык? И есть ли серьезная или не серьезная или популярная современная культура? Не этническая, не этнографическая культура. Это было интересно для меня. И я на самом деле нашел интересных художников. Там у них есть свой изм. Это называется этнофутуризм. И котируется с 90-х годов именно в этом приборском регионе. Но сама выставка довольно современная была. Так что я хотел как раз это показать. Там речь шла, может быть, об идентичности более традиционной. Более политических. Потому что Таллинн – это единственный город, по-моему, где такая выставка может быть. Потому что там люди знают, что такое Удмуртия. Потому что у них традиция исследовать и связываться с родственниками из России. И они принимают студентов тоже до сих пор до сих пор из этих республик. Чтобы они в университетах присутствуют. Так что там есть связь. Это было интересно. Но там вопрос был более политический. Там был более политический вопрос. Как в России сегодня, 6 лет тому назад, какая там ситуация? Какая там ситуация с этими народами? Это было как бы более эффективно. Но все-таки интересно. Потому что никто… Когда я предлагал этот проект эстонцев, они сказали, что это очень плохой проект. Мы совсем не хотим этого проекта. Потому что это нас напоминает старые советские времена, когда мы ездили в экскурсии. В Удмуртии, Мордовии и так далее. И мы не хотим об этом воспоминания. Но потом они вернулись ко мне и сказали, что у нас уже есть финансирование. Сделаем. Так что, видимо, они передумали. Для Вас, как галериста, что важнее все-таки? Сама работа или психология раскрыта или наоборот спрятана в этой работе? Что на первое место? Во-первых, я не галерист, потому что я в музее работаю. Это интересный вопрос. Потому что иногда как раз психология, которая, как Вы говорите, скрытая или которая за работой стоит, очень как раз интересная и надо работать. Просто надо работать с этими художниками, потому что у них есть очень интересный вопрос и очень интересная проблема. И вообще важно то, что они хотят делать. Но всегда сталкиваешься с работой. Работа всегда есть и без этой работы выставки не будет. И если ты не доверяешь работе, если просто хочешь показать интересную психологию, и тебе, как куратору, оказывается, что работа не сильная, тогда все-таки не получается. Мы старались на этой выставке показать сильные работы, которые, к тому же, говорили про интересные вещи. Но это трудно, конечно, постираться. Потому что то, что делает работу сильной, это и есть эта психология, как Вы говорите. Это и есть проблематика, это и есть важность идеи или опыта. Чаще всего, когда мы делаем выставки в музее, или когда я раньше делал выставки, в виде идеи самого художника, самое важное. Потому что нельзя менять роль куратора таким образом, что куратор становится художником. Работать куратором – это всегда работать с другими людьми, через других людей. И просто работать им. Ты не работаешь самому себе, как куратор. И ты не становишься художником. Я думаю, что это важно. Потому что есть еще разница между несоветимым куратором и институционным куратором. Если работаешь несоветимым куратором, ты сможешь, в принципе, работать с теми же самыми людьми. Потому что все время. Потому что ты работаешь на разных местах, в разных музеях, в разных странах. У тебя может быть как бы группа людей, которые развиваются вместе с тобой. А если ты работаешь в музее, или в кунстале, или в галерее, ты должен создать программу. И ты должен создать программу, которая будет интересна для этой местности. Это совсем другая вещь. Становится вопрос совсем не так. Для этого куратора. У меня еще такой вопрос. Ваши экспозиции. Есть в каталоге описание работы и художников. Идут ли аннотации к работам? Потому что они будут видны. В общем, мне кажется, сейчас есть проблема преподнесения вот этой информации, вот этих смыслов и контекста. Потому что не секрет, что все молодежь, особенно, привыкли воспринимать очень глибово в создании. И когда бывает проблема, что очень большие тексты, еще и теряешься, потому что нет времени. Понятно. И вот как Вы решали эту проблему? Мы решали эту проблему таким образом. Эта брошюра, которая здесь есть, она выдалась бесплатно для зрителей. И поскольку мы в Бельгии, мы делаем все на трех языках. На голландском, на французском и на английском. И еще там есть, в этой брошюре, адрес микросайта. Где можно взять каталог, качать каталог бесплатно, как PDF. Потому что мы не печатали этот каталог, мы сделали как электронную книгу. И там тоже на трех языках. Если кому здесь, например, даете по-французски, чем по-английски, тогда вы можете и про-французский. Там есть довольно короткие тексты. И там есть идустрация. И там есть и короткие мои эссе, чуть длиннее эссе в моей колене, и еще два эссе. Но в самом пространстве не было? Нет, потому что это выдается бесплатно. И в руках этот бесплатный, эту бесплатную брошюру, чтобы смог прочитать историю работы. И, конечно, это описание, это описание работы, оно не должно быть интерпретацией работы. Оно просто дает базовую информацию о художнике и ее работе, чтобы зритель сам, или чтобы сама смог понять. То есть, получается, как программы театрные дают, здесь есть это, 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 а понимаете, как понимаете? Да, потому что всегда можно по-разному понять. Если художник представляет работу, тогда она как раз представляет работу вон и текст про работу. Так что, эта работа Дона и Куками можно интерпретировать по-своему тоже. Может быть, тебе важно знать, где он, где этот фильм снять, и в каком контексте. Если тебе важно, тогда ты прочитаешь прошу. Если тебе совсем не важно, тогда может и не прочитать. И может по-своему понять. Так что, эта свобода по-своему понять и воспринимать всегда должна быть, могу сказать. Спасибо. Еще вопрос? Спасибо. 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 Спасибо.